а вторая часть американское образование я кратко скажу значит у них есть бакалавр science и бакалавр арт у меня бакалавр science вот взяли все я отослала все свои дипломы со всех стран абсолютно все и есть фирмы от государства официальные федеральные и хоть там их всего одна или две которые допустимы которые делают эти переводы анализ и вот прикрепление к американским стандартам и у меня выявили как нет войну там облату взяли за все это игры мы такого же не видели с двумя вашими дипломами и значит я насколько вот поняла о верхних образований разобралась ну что я же с учителями беседовала так вот у учителей у них ну у них или бакалавр арт вот арт это искусство искусство нет не только вот художественного вот там допустим какое-то рисование арт но и педагогика относятся карту в science вот у меня у стива у него мастера мастера в science и у него сейчас инженер именно инжи инженеры у меня science тоже не арт экономически потому что у меня отделение бухгалтерии вот последних один из дипломов один из дипломов у меня одесского наркоза отделение бухгалтерия и там еще всякие вот там же описание идет и потом идет специалист специалист экономисты вот все это они подняли и у них есть все это в переводах все это все это на законном основании потом прикрепление кихот американским там старта стандартам какую-то там оценка по именно оценка по баллам тоже у меня у меня очень высокий балл и мой английский уровень английского огромное значение сыграл аргентинский институт буэнос-айресовский институт три года это частный институт он официально все зарегистрировано здесь же все вот официально зарегистрированы как она вот имеет ли право что это такое то есть она все вот поднимает там вплоть переводах было что за институт когда вот основан как мой львовский торгово-экономически что я бухгалтер по образованию то простите не бухгалтер товаровед а вот и вплоть до того когда был зарегистрирован когда был основан то что ему там 200 лет тому института там все описано я потом покажу эти бумаги так вот я работала полный рабочий день это 40 40 часов если у тебя вот половина никакой страховки не положено но тогда мне надо было иметь полный рабочий день хоть я и не брала страховку но это связано вот там было с кризисом так сказать в семейных отношениях но слава богу все все это в прошедшем теперь все вот то что я как думала что это трудности она все мне вышло огромным позитивом огромным опытом так вот я вам расскажу что я работала каждый день во первых какой штат в школе штат у нас был учителя и замы вернее учителя замы вот эти вот там помощники и соответствуют особо они человек 40 наверно представляете вот значит я пришла в первый день работы детей не было ты приходишь и у нас было допустим 10 дней или две недели мы приходим и это курсы как повышение квалификации у нас есть мы вот сидим все в одном зале нас меняют по вот столом вот за столом допустим сидит там 56 человек вот там нас где-то 40 50 вот вот такая вот школа и мы все общаемся то есть я должна понимать речь представляете учителей у которых не только вот бакалавр есть а еще и мастера они все вот выслушивают меня и у нас там задание нам дают задание и по математике и ну по математике там больше до бы было математика я там блистала было здорово задачи там давали вплоть до того что какие-то снеговики какие-то пуговицы высчитывали ну мне вообще все это было замечательно а вот именно психологические задачи то есть мы все подготовить нас готовят одной и той же программе я понятия не имею что это за программы то есть у них есть специалисты и значить за тобой наблюдают за твоим что ты произносишь со своего рта как ты себя ведешь за святой за твоими манерами представляете наблюдают 40 человек причем везде у них там камеры то есть постоянная ты работаешь для меня вообще это не было стрессом знаете почему потому что я когда уверовала в господа и зачем мне смотреть направо налево если я знаю что господь все время за мной следит это такая большая камера которая вот все все записывает и рукописи не горят поэтому я говорю я абсолютно была спокойна и я была сама собой в чем была была сложность ну конечно я обязана была поступать так как верно минуту лежится работы до лишались работы при мне вот за два года большое количество людей и не я видела их и стрессовое состояние и вот они все все американцы там иностранки вот я была вторая только иностранка одна девочка одна учительница она была с южного штата приехала вот у нее это ее второй язык у нее 1 испанский и у нее уже был опыт работы в других вот школах в других штатах и я вам скажу все отношения вот со всеми этими учителями и сабами и там же разные возраста там некоторые те которые учителя сабститют учителя еще учили моего мужа вы вообще представляете им допустим там по восемьдесят лет в сети кунюс у них спокойствия не знают у них такой огромный опыт у них образование у них вот все эти они всю жизнь в этом проработали всю жизнь они просто так ля 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 тополя это было очень интересная столько всему научилась и когда вы там ребеночек допустим я же помощница учительница но нас прикрепляют это настолько конфиденция то есть секретная информация тебе дают файл тебе дают дело этого ребенка это абсолютно секретно ты вообще никому не имеешь право сказать никому это секретно это за это вот если где-то что-то вот вообще скажешь что-то вот об этом то есть это только между тобой и вот теми людьми которые над тобой которые тебе дали это задание знать эту информацию про этого ребенка и если там случае что ребеночек там что-то ему вот не понравилось залез под стол и значит собирается коллектив а вот психологов подходит то есть у них настолько налажена система что за мной наблюдали как я справляю с этой ситуации допустим двое трое а профессиональных психологов они просто наблюдали и постоянно хвалили вообще это было просто изумительно поэтому люди которые вот ну я имею ввиду украинская сторона мне заявляют что а там у меня как-то вот я странно реагирует игры ребята это нормально реагировать и вот вот меня так учили меня научили профессионально если есть конфликт как его правильный решать это вообще это нормальное умение и правильно решить конфликтные ситуации абсолютно без эмоций без истерик потому что малейшая там вот это вот какой-то ребята как можно нестабильно психологически с психически нестабильному человеку доверить работу с детьми да здесь никак нет не пройдет это вот себе моментально вот и будут консингвенсы это будут последствия и вот два года вы знаете это было очень интересно настолько интересно я просто а и вот характеристики которые мне дали учителя с которыми я работала я так читаю те характеристики так здорово потому что я то не замечала что они замечали потому что у нас там был конкурс на украшение комнат ну вот разные у нас же эти вот помощницы учительницы есть в каждом классе и у нас были конкурсы как раз на рождество кто лучше украсит вот класс и была моя идея и учительница она по тоже вот и мы обсуждали вот и идею а я ее реализовывала и вот вот я не знаю как это у меня получилось но оказывается мы выиграли вот этот конкурс и она потом написала это она написала все свои она же мне не рассказывала как она там видит меня вот когда вот характеристика дело дошло до характеристики что мы проработали вместе я попросила естественно если я год проработала все если я куда-то собиралась идти работать обязательно мне нужна характеристика люди которые мне могут рекомендовать которыми я проработала вот бог а бог по 40 часов в неделю это очень много значит потому что ты вот как под метроскопом тебя рассматривают вот и там написали все такая все творческая и вот мы выиграли вот тут конкурс и вообще это было здорово знаете вот очень приятно это было вот как как оценка моей работе вот этот вот мой труд то что я говорила это было очень здорово вот так вот